А куда мне смотреть интересное кинотеатр? Да вы можете на людей. Естественно. То есть это нормально? Наша сегодня лекция называется «Как провести деды дома». И вот свет взращивается благодарностью. Это просто очень важно, что праздник деды – это тоже встреча мудрости старшего поколения и младшего поколения. Всем здравия! От белого лица до матери суры земли народ земной поклон от меня примен. Я, как кот Баюн из 39-го царства, 30-го государства, начинаю наше сказочное занятие. Так, 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 так. Так что всем, всем, всем радости и всем я желаю мудрости, потому что действительно вот время, в которое мы сейчас вступили, оно очень-очень важное. Все мы знаем, что есть такая пословица «Что посеешь, то пожнешь». Но сегодня мы поговорим о второй части этой пословицы, которую почему-то очень частенько забывают. «Что пожнешь, то и посеешь». То есть важно уметь принимать уроки и важно уметь еще осознавать те уроки, которые мы принимаем в этой жизни. И первое, что мы делаем, когда принимаем уроки, это, конечно же, благодарность. Потому что, когда мы встречаемся с препятствием на своем пути, если мы понимаем, что это всего лишь навсего ступенька вверх, то у нас одно понимание. То есть, а если мы не понимаем, что это нам дается возможность восходить дальше в своей эволюции, мы начинаем в эту ступеньку биться, еще очень так частенько приговаривая, «Ах, за что мне?», «Ах, зачем мне?». И, по сути дела, наши предки оставили огромную нам мудрость, заключающуюся в том, что за все мы благодарим. Все, что происходит, хорошо. У меня прямо взлет в моих, я их называю, в моих газетах. У меня все по старинке, потому что вот эти названия современные я не использую. В наших вот этих многотиражных газетах, которые теперь в телефонах есть, вот это «Очень хорошо» прямо взлетело, что называется. Вот это у нас был концерт в центре Эльдарь-Рязановой, когда вот я как раз говорил про то, что все хорошо. Все хорошо. То есть, вот опоздали, говорят, на поезд. Хорошо, значит, не надо. Вот пришло у нас сегодня столько человек. Очень хорошо, замечательно. Всем очень понравилось. Ну, действительно, вот мы встретились с вами, хорошо. Погода хорошая, хорошо. Завтра снег, хорошо. Завтра дождь, хорошо. Все хорошо. И там я, конечно, привел этот пример замечательный из нашей деревни, наших вот этих женщин, мокши, прекрасных. То есть, когда это, ну, просто потрясающая реакция, да, когда у них произошло страшное бедствие, действительно страшное бедствие, у них сгорела деревня, и как бабушка их вела себя, то есть, она отводила детей, пионерке сказала, ты, пожалуйста, вот, рассказываем сказки, и не смотрите назад. Только вот так вот их держала. Она их отвела далеко, чтобы они не видели, как вся деревня сгорает. А сгорела она по причине, там, просто ребята решили яйца там сварить. Ну, такая, очень банальная причина. А мама была их, в это время уже ждала нового ребенка. Она была в роддоме. И, в общем, когда мне очень нравится, папа пришел, скрывали, 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 но люди-то добрые. Добрые люди, конечно, уже все поведали. Она говорит, ну что, дом сгорел? Вот, сгорел. Сарай сгорел? Сарай сгорел. А самое у нее было, говорит, ну и что? Ну, это для него самое было тяжелым моментом. И дрова? А, говорит, сгорели. Ну, все хорошо, главное, все живо, понимаете? Найти в любой ситуации, что же есть хорошо. Хорошо. И на эту тему я продолжу то, что вчера как раз Ольга Александровна говорила. Это Ширамана Махариши. Ширамана Махариши, его глаза, удивительные глаза, которые мы видим на фотографии, понимаем, что это действительно понимание любви истины. Это понимание, как же выстроить в своем сознании такую структуру, которая гармонично взаимодействует с этим миром и рождает в нас чувство любви. И тогда все хорошо. Когда Ширамана Махариши только начинал свою, так сказать, просветительскую, в прямом смысле этого слова, деятельность на горе Ару Начала, к нему стекалось много людей. Вы можете посмотреть. То есть его очень простое, то есть его учение очень простое. То есть душа задает нам в течение суток тысячи раз один вопрос. Хон Сау. Кто я? Кто же я? Кто 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 я? Мы когда дышим, у нас получается, вот по звуку, это звучит как Хон Са, Хон Са. Хон Са, это, кстати, вчерашнему дню, это лебедь еще. Потому что есть даже такая авиакомпания, Люфтганза, потому что, и даже есть такой Ганс, это на самом деле, как раз все идет от имени лебедя. И лебедь Парамаханса, по индийской мифологии, бросает в огромный, бескрайний, чистый океан, золотое яйцо, хоригарху, который рождает весь мир. И вот наша душа постоянно спрашивает, лебедь, лебедь, ответь, кто я? Кто я? И дальше вот как раз начинается, были на нашей жизни все-таки, кто я? И отсюда вытекает все, отсюда вытекает благодарность, отсюда вытекает почитание предков, отсюда вытекает как раз сегодняшний наш праздник. И отсюда вытекает, как же все произошло на горе Ару Начало. Завидовал там один гуру известный, успеху, который был у Ширамана Махарши. И однажды его зависть была настолько мощной, что он решил огромный камень прямо сварить к нему на голову. Ну а что там, сидит и к нему народ ходит, а к этому к ней ходит. То есть паства-то как-то перетекает. Он со всего размаха этот, в общем, огромный валун, представляете, гора, сколько за ним всего. Конечно же, ни один камень, в том числе этот валун, на Ширамана Махарши не попал. Он упал рядом. И в совершенно спокойном, возвышенном состоянии, учитель поднялся на Святую Гору, чтобы спросить, ну, зачем ты камень-то на меня кидаешь? То есть его вопрос выглядел очень простой. зачем ты бросил в меня камень? И он увидел глаза Ширамана Махарши. Он встретился с ним глазами. Не прошло секунды, он полнится, сказал, ты мой учитель и стал его учеником. То есть вот это состояние, которое передается, состояние выстроенной вот этой гармонии, любви, оно действует совершенно удивительно. И то есть мы все здесь, в деревне, можем привести тысячи случаев и работы знака, да, нашего оберега, сварога. Я помню, из прекрасной совершенно Польши я вез, были четки с гималайского кедра. Это были 90-е годы. У нас еще не так было, чтобы можно было такие вещи уникальные приобретать. Еще не было магазинов пути к себе, только все начиналось. И это был такой дембельский поезд Калининград-Москва. Можете себе представить, что там в какой-то момент времени вечера стало происходить. И, в общем, один товарищ, который пополно решил уже отметить дембель, уже находился в состоянии такого весьма сильного алкогольного опьянения. И он вошел в вагон, и девушка, естественно, из этого вагона, народу-то мало, она подсела сразу ко мне. Ну, я, конечно, очень физически развит, это же понятно, защищу всех. Ну, вот, это все понятно. Я сижу, и у меня были такие пластмассовые чётки, и просто вот читаю. Ну, значит, заходит, а у нас там какие-то конфеты лежали еще, и нужно вывести в состояние агрессии. Конфеты, я как сейчас помню, такой вот, и вот это вот пошло его, ерение так называемое, там, что здесь, что здесь, я сижу, вообще, примус подчиняю, сижу просто, мир, гармония, любовь, великий закон силедействия. Девушка сидит, трясется рядом, она понимает прекрасно, что я не ученик панта, и не кунг-фу, и даже не бокс. То есть, понятно, что юноша полный духовных нравственных сил, но не способный к серьезному поединку. А я так же спокойно, и вот вспоминаю вот глаза Романа Махариши, глаза дедушки, ну просто, вот это же просто, ну это же очень просто в такой ситуации сохранить спокойствие, правда? Он прямо берет вот эти чутки, вот эти, которые гималайские, они очень пахнут, он вот так ставит, он же не знает, что делать, уже оборачивается ко мне, и я дальше, дальше просто слышу такой очень хороший звук, он куда-то летит, я его даже не вижу, вот вперед, прямо по вагону, и вот такое лицо очень радостное, какое-то очень доброе, я как сейчас помню, кучерявый такой, какой-то сияющий мужчина, спрашивает, у вас все хорошо? Я говорю, у нас все хорошо. А следующее утро, я видел этого молодого человека, всего фингала, потому что он просто летел от этого удара по всему это, и он сразу, видимо, протрезвел, и никаких ситуаций больше не было в вагоне, то все было хорошо. Ну, представляете, какое мощнейшее оружие, это мощнейшее оружие, главное не поддаваться на внутренние, вот, когда я, например, вот заходишь, ну, не знаю, вот к налоговому, меня прямо начинает распирать, я не могу вот эту, вот эту любовь, вот, как вчера обсуждали, можно ли полюбить врага, вот не могу, ну, что упыри, вот у меня другая драма начинается совершенно, а вот в этой ситуации, я не знаю, что это, как-то я благодарен судьбе, что вот такой был опыт, и это действительно так, и у нас такие ситуации, ну, мы здесь существуем с конца 70-х годов, я помню, то есть у нас самые были невероятные ситуации, но тут ходили же, и подсылали, и не просто следили, потому что, что это такое, откуда учение получается, откуда, понимаете, откуда, от почты пришло, да, почты, с Гималайю, и, конечно, а мы, в 80-е годы, вегетарианцы, не пьют, не курят, хохочут целыми днями, просто ржали, у нас столько было позитивов, и вот изучали, как говорится, народную традицию, потом уже в 90-е годы, в стиле времени, у нас загорелись костры по 15 метров, Купальски, тоже, представляете, как радовалось местное население, что-то постоянно происходит, и вы знаете, вот это общее поле, то есть, наше, вот мы сохраняем, вот, и Коша тоже, это сохранение, вот, этого пространства гармонии, пространства лада, и оно действует, и там, я помню, ходили, говорили, ой, к ним, к ним нельзя, кто с плохими мыслями идет, к ним амбалы подходят, высокие, говорит, амбалы, и вышвыривают, поэтому, нет, я у нас, еще раз повторяю, у нас ситуация, одна, другая, более, какие-то вот фантастические, если рассказывать правду о нас, это даже бесполезно делать, потому что никто в это не поверит, это как вот постоянно какая-то действительно сказка, а сказка вот очень простая, она добро побеждает зло, вот в чем дело, и вот это лад, который мы с вами, с вами, именно, настраиваем, свою душу, это такая великая сила, это такая мощь, мы существуем 30 лет, почему, мы не просто существуем, мы живем, потому что у нас первое правило было, с первого дня, с первой минуты, не хранить камень за пазухой, да, это самое первое память, самое первое, ну, правило, то есть, все говорить открыто в глаза, слушай, Ваня, ты не прав, вот, и обсуждение, дальше вот, ну, Ваня, такое имя, да, у нас Ваня, ты, а не великаны, и обсуждение потом, что мы, если мы все идем к одной цели, да, если у нас одна идея благородная, мы же не должны споткнуться о мелочах, а Бернатшоу говорил, что корабль, когда заходит в гавань из дальнего кругосветного путешествия, он обычно терпит, может потерпеть крушение именно на мелочах, потому что мелочи, они крайне важны, и поддержание вот этого ладного отношения друг между другом, оно как раз вот нам вот, вот эти золотые правила, не писанные, конечно же, которые вот, на обиженных воду возят, но человек, если обижается, ну, воду вон, носи воду, а что обижаться, да, и в конфликте виноваты две стороны, мы никогда не становимся на сторону какой-то конфликтующей стороны, то есть, они должны разобраться сами, потому что нам для этого все дано, в первую очередь, мудрость предков, благодарность, то есть, мы с вами столько всего имеем, мы имеем тело, мы вот что с вами что-то сделали, это тело? Нет, да, мы имеем, ну вот что угодно, мы имеем родителей, мы палец за палец ударили, для того, чтобы иметь родителей, нет, мы с вами имеем планету Земля, мы с вами здесь сидящие, ее створили, нет, наше культурное наследие, мы с вами что здесь, вот, какой взнос внесли, ну, посильный, что можем, да, то дело, то есть, мы все с вами получили, а дальше-то что? Мы должны благодарностью, солнышко светит, мы имеем отношение к свечению солнца, я имею в виду сейчас про наш ум, мы имеем отношение к работе нашего сердца, мы спим, оно работает, мы ему спасибо сказали сегодня? Вы сказали спасибо? Я сказал. Честно. Думаю, ну, правда, вот какой молодец, вот оно вот, сердце, вот оно вот работает, сердце, запомните, нельзя на ты, очень уважительно, это солнышко наше, оно светит так же, как солнышко, это какая благодарность, вот, за то, что у нас происходит, у нас температура 36,6, это как сварок сотворил мир, чтобы поддерживать температуру тела, все выстроить цепочки химических реакций, чтобы температура была не 30, не, например, 45, это уже все, белок сворачивается, не там сколько-нибудь, медики, помогите мне, уже называется состояние трупа, да, то есть, все, вот такая тонкая-тонкая грань, и это удивительно, и главное, что большое счастье, мы вот как раз плавно переходим к дедам, то есть, у нас есть возможность благодарения наших предков, а кто наши предки? это те, кто предшествовали нам, я очень рад, что в курсе, как охранить детей от опасности информационной среды, у меня народ, народу было достаточно, и главное, широкая география, Камчатка, Владивосток, вчера вот мы общались с Ханты-Мансийском, то есть, все выполнили задание, и задание было простое, вы его также можете дома повторить, мы будем говорить сегодня о дедах, о предках, поймите, какое дерево, вот ваше дерево, вот вашего рода, нарисуйте это дерево, размышляйте об этом дереве, и, конечно же, напишите в корнях ваших предков, в стволе вас напишите, то есть, папа-мама, то есть, я там, а в ветвях ваших деток, и вы знаете, это получается колоссальная работа, потому что корни очень тяжело прописать, то есть, помним, ну, по крайней мере, дедов-бабок, дедов-бабок помним, а потом уже прадеды-прабабки уже надо уже напрягаться, а прапрадеды-прабабки это уже не всем дается, простая крестьянская семья знали, вот, столбовые такие наши родичи, знали 30 колен, вот вчера как раз Ольга Александровна говорила, потому что вот они, родовые клади, то есть, все известно, и представляете, было бы как здорово вот почитать, ну, хотя бы дневник, да, вот своих, ну, не знаю, там, бабушки, или вот прабабушки 19 века, ну, то есть, это, представляете, вот какое было бы наслаждение, поэтому я скажу вам честно, пишу дневник, 19 лет каждый день, хочу, не хочу, 19 лет, я все записываю, все, что произошло, я сегодня на джипе поехал, в лес ходил, машина, все записываю, кто сегодня чай приготовил нам, но я смеюсь, конечно, то есть, вот заставляю себя, заставляю хотя бы что-то, хотя бы что-то, но записывать, пусть вот хотя бы одно слово, там было солнечно, но каждый день, получается работа, которая как раз потом, очень здорово, она отвлекается, потому что можно вспомнить какие-то события, вот это все электронное, сегодня есть, завтра нету, вот у меня такое отношение, все-таки, вот когда все записано, рукопися, что называется, не горят, и, безусловно, вот это состояние благодарности, оно, именно, к нашим предкам, и вот это дерево, о котором мы говорили, выберите, это что будет, дуб, это будет береза, это, не знаю, будет яблоня, это будет, ну сами, сами, кедр, лиственница, то есть вы сами, сосна, ель, то есть каждый, это вот должен это понять, по сути дела, это очень важное понимание, что мы идем, славим наших предков, ведь на Руси, как говорилось, об ушедших плохо не говорят, вот что происходит с нашей страной, да, когда последнее, буквально, наверное 25 лет, так уж точно, без передыху, говорят плохо о наших предках, все, телевидение, Советский Союз, безобразие, Россия, отстой, то есть постоянно, на каком основании вообще, эти люди, которые мне не родичи, смеют говорить, о моих предках, о том, что они были недостойными, благодаря им, мы имеем всю нашу промышленность, мы ездим на поездах, это они сделали после Великой Отечественной войны, где не делили ни на, нации, ни на какие-то народности, все были объединены для того, чтобы восстановить вот наше Отечество, спасти его от этой заразы, сейчас мы уже иностранцам этого не докажем, мы не победили в войне, это в Англии везде не проходит, то есть Америка победила, а мы, а нас вообще там нету, там хитрый ход такой, там карта так сделана, что Россия посередине, то есть посередине океана, Россия каких-то два кусочка, они воспринимаются маленько, они даже не понимают, что такое Россия, какое-то государство, то есть мы с вами, если понимаем силу наших предков, и мы никого не осуждаем, мы не имеем права осуждать, ни отца, ни мать, ни бабушку, ни дедушку, это их былина, и это наша былина, это очень-очень важно, потому что есть такая поморская руна, не сомневайся, животяти. А теперь старая поморская руна, не сомневайся, она передавалась из рода в род, в течение многих, из поколения, из поколения, в течение многих столетий, и дошла до нас. Не сомневайся в кровном процессе, и эта руна настолько глубокая, не сомневайся же в Амате, то есть не сомневайся в Брате, то есть ты птица без крыла, ты без деда, в общем, корень без воды, то есть ты находишься в постоянной взаимосвязи с нашими предками, и поэтому только благодарность. Знакомая, мой большой тоже друг, Снежана Повиц, она психолог, как-то она проводила тренинг, ну, в общем, такое вот собрание, как там это сейчас называется, ой, по, в общем, восстановлению взаимосвязей с родителями, ну, как-то вот так тут звучало, и с чего он начался, что народ весь собрался и начал говорить, меня недолюбили, меня мама недолюбила, меня папа недолюбил, меня бабушка недолюбила, мне этот, 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 поэтому вот я такой, такой, вы знаете, вот это такая уловка, вот сказать там, вот у меня звезда сегодня так стала, поэтому я веду сообразно тому, как ведет себя Марс в созвездии, там, лебедя, поэтому я вот здесь вот ору на своих близких, а то, что ты просто распущенная, вот я хотел это сказать, потом я думал, они-то как раз не распущены, они ведут себя в рамках великого закона животных, а мы как раз распущены, нам дана сила любви, которая может амортизировать все, а мы вот так вот можем, хопа, и все. И Снежана так встала, говорит, так, все встали, никто ничего не понял, но все встали, а теперь, говорит, повторяем за мной, и запела просто, не сумлевайся, живойте, и все запели, запели эту песню, вторили эту руну, на середине эти руны уже все плакали, и когда помнишь, что через внука ты живешь, через внучку живешь, все спокойно сели, она говорит, какие у вас есть вопросы? Она говорит, у нас нету никаких вопросов, все проблемы решены, у нас не может быть никаких претензий к нашим родичам, она говорит, вот, теперь вы готовы заняться, начинаем с благодарности. То есть, конечно же, это великое счастье, вот такая благодарность нашим предкам, и наша традиция вся выстроена, я хочу вам сказать, традиция любая, выстроена на благодарности предков. Не помню, вчера что ли вспоминали там, или когда, это у нас было очень много событий, что про Африку, что там жить хорошо, там, да? Просто сразу вспомнил, как один наш товарищ, он рассказывал, он жил на Гаите, ну, это такой своеобразный, очень остров специфический, вы знаете, что делал? Он выходил так тоже вечером и жарил бананы в огне и представлял, что это картошка. Конечно, нам там тяжело, это факт. Да еще кокос может на голову попасть. То есть, хорошо, где родился, там и пригодился. То есть, это, ну, просто вот, есть такая пословица. И, не место красит человека, а человек место, да? То есть, пословица, обратите внимание, вот, у нас Тарасов, Борис Васильевич, генерал, который как раз, так сказать, воевода нашего русского лада, он читает очень часто русские народные сказки на ночь. Человек-блокадник, который, очень мощная жизнь. Там все рунизировано, в русских народных сказках и в пословицах. Вот эти пословицы, это как раз прямо руны, которые нам предки оставили. Вор, кто дары принимая, не возвращает дарами. Неблагодарность, это путь слабости, а где слабость, там и подлость. Я, например, всегда обращаю внимание, кто приходит в гости, как он приходит. Ну, то есть, что-то он приносит в дом или не приносит. А на востоке это вообще сохранилось. То есть, там это, ну, просто такое, вот в крови у них сохранилось. У нас такое было тоже всегда, но почему-то в последние годы, я не знаю, лет 40 может быть, но как-то это вот, ну, вот можно зайти в гости и ничего не принести. Хотя мы понимаем, что гость это посланник Бога, да, и, ну, то есть, здесь вот, вот идет очень тонкий момент. И вы знаете, что показывает опыт? Что действительно, если человек неблагодарный, это потом все выстраивается. То есть, потом эта цепочка, она начинается, начинает проявляться. Поэтому, я, например, лично, я, например, лично, когда обнаружил себе качество, ну, я назову его так, крайней бережливости, вот, я думаю, что же мне, жмотина, с тобой делать? Мы же работаем с сознанием, мы же честно себе должны... Прижиместь. Вот, да, да, прижиместь. И, как мы можем поступать? Мы же не можем задавить свое чувство бережливости. Помните, как это в фильме этот, призрак-то, вот, отдай миллион, отдай миллион. Быстро отдай чек. Отдам, отдам. Благослови тебя, Господь, дитя мое. Отдавай его. Отдай. Она, на бупе Голбик, никак не может отдать. Думаю, как же вот это сделать движение рукой? И я прям стал себе так, прихожу, что-то вот прямо намеренно вот такие стал совершать акты такие. Бери. Бери без возмездок. Да, бери без возмездок. Ослабить хватку. Вот, да, и вы знаете, хватка ослабилась. Это так интересно, то есть, мы когда с вами, если что-то давим, то мы, как правило, вот, оно подавится какое-то, подавится какое-то время, а потом эта пружиночка так даст на себе знать, что даже и сам от себя не ожидаешь, как вот так вот вдруг сядешь и все. Поэтому это очень здорово, именно вот взращивать свет. И вот свет взращивается благодарность. Поэтому вот это наша сегодня лекция называется «Как провести деды дома». Понимаете, здесь, вы понимаете, сценария просто быть не может. Мы, слава нашим предкам, знаем о том, что вот начало ноября, и в частности 7-8 ноября, это время, ровно половина между зимним солнцестоянием и осенним равнодетствием. то есть если вы хотите это еще раз повторить, включайте сказок Катабу-юна, и там об этом я многократно, многократно говорю. Есть 4 дня, да, это 4 времени года, каляда, весень, купала, осень, да, прямой крещ. Между ними есть вот эти встречи. Встречается зима у нас с весной, камоедится, встречается лето с весной, Евилин день, вчера как раз про него говорили, встречается потом лето с осенью, Перунова встреча, и смотрите, интересно, они стоят друг напротив друга, Велесова встреча, камоедится, и Перунова встреча, то есть начало февраля, начало августа, но они не борются, у нас что, идет борьба между ночью и днем, у нас с вами борется месяц с солнцем ясном, у нас все находится в ладу, поэтому Перун это солнце ярое, да, это воины мощные, а Велеса это месяц, это мудрость, Перун это все, что открыто, то, что явно, а Велес это то, что скрыто, как в школе аналитики нас учат видеть, уши сущности, то есть мы читаем все вот новостные ленты, видим уши сущности, а что мы видим, что все хорошо, идет возрождение нашей культуры, идет возрождение нашего народа, нам постоянно дают препятствия, а мы же теперь понимаем, что это, ну что вот роптать, ну что вот, я не буду даже вот это озвучивать, вот эти законы всевозможные, я же обещал уже про скотч, мы понимаем что это нам ступеньки, ступеньки, чтобы идти вперед, чтобы восходить, а дальше у нас идет ровно половина времени от дня осеннего равноденствия до дня зимнего солнцестояния, то есть ровно половина пути сейчас до времени рождения нового солнышка каляда, ведь оно даже прям все освещает, и какая мудрость великая, когда проводится каляда, то в начале идет первый день, это добывание стержня, да, то есть рождение каляда, а потом идет уже обряд тризны, то есть проводы старого года, то есть идет не безразрывно, понимаете, то есть идет вот эта взаимосвязь поколение взаимосвязь этих времен, и сейчас мы с вами вступаем в самое темное время года, у нас ночь будет все темнее, 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 и так до каляды, то есть именно в это время, в это самое темное время, когда уже сила у нас на исходе, мы прошли целый год, нужно правильно, мощно провести вот это заключительное время старения года, а вместе с ним мы и проводим, так сказать, обряд постоянной ежедневной мудрости, то есть мы с вами осознаем, что у нас было, какие мы совершили действия, насколько они были правильны, насколько мы можем это оценить, и представляете, как это здорово, то есть нам дается сейчас такая философская пора именно для углубления в суть, а не реакции на внешние проявления природы, то есть у нас все с вами хорошо, у нас с вами вот этого нету, ритма сейчас ярого, мы уже с вами ничего сажать, с вами не бежим, мало того, что можно посадить из семян, у нас уже все лежит в амбарах на столе, то есть этот мы уже получили, мы не можем изменить результат этого года, ну вот мудрость, почему у нас идет все на восход, если мы правильно, вот сейчас осеннее время проведем вот этот глубокий внутренний анализ, мы тогда с вами и весной правильно поступим, мы улучшим свой результат весной, и поэтому деды это встреча осени и зимы, а матушка зима, она любима на Руси, потому что зимой у нас происходит очень два важных действия, начиная с времени Макрит-Мокошеса, начиная с конца октября, после того, как уже поставлен в, то есть сделан сноп, Велесово сноп, который является основой празднества на Калиду, его частенько в Украине неизвестно, в Малоруссии называют Дидуха, по-моему, Белоруссия, то есть вот эта традиция Дидуха, то есть дед в виде снопа, то есть собран, мы благодарим за урожай, начинается октябрь, пора свадеб, пора перов, то есть очень яркая, мощная пора, и одновременно осмысление того, что произошло, мы с вами понимаем, что богиня Мокош, это я уже как, я же вот боюн, она же сказочная с вами царство, она начинает ткать полотно новой судьбы, то есть именно вот в эти дни ткется уже полотно новой судьбы следующего года, что будет в следующем году, и мы с вами, поэтому, если мы правильно понимаем, анализируем то, что произошло, то обязательно идут подсказки, и это значит, что богиня Мокош нам красивые, красивые руны, красивые узоры вплетет в это полотно, потому что если мы то, что отдал, то твое, помните, Шатару ставили, то, что отдал, то твое, если мы отдаем благодарность, мы благодарность получаем, в чем сила традиции, мы благодарим наших предков, и постоянно получаем от них помощь, получаем подсказки, нам легче становится идти, и это такое великое сейчас действие, когда небесная пряха, она ткет вот это новое полотно, а зимой, про что я говорю, мы его с вами все увидим воочию, белое время придет, и когда все это накрывается белым полотном, вы же, ну, любите наверняка любоваться снежинками, когда мы идем в таком роскошном богатстве, вокруг, ну, даже я не могу сказать вот это слово бриллианты, потому что это больше, чем бриллианты, такие рассыпаны богатства, одна снежинка не похожа на другую, как такое возможно? Ну, вот, это природа, вы знаете, вот чем отличается природа живое от виртуальщины, от цифры, в цифре все похоже, там все одно и то же, а в природе повторений нету, там есть подобие, аналоги, но нету повторений, ничто, нету один в один, не бывает, даже близнецы, они все равно разнятся, и у каждого голос индивидуальный, у всех людей, да, вот, и постоянно идет буйство красок, северные народы различают несколько тысяч оттенков белого цвета, несколько тысяч оттенков, у них длинная-длинная зима, почти что все время, и они так любуются вот этой зимой, а у нас тоже, мы северяне, у нас тоже есть время любования, и вот этими снежинками удивительными, и белое полотно это, белое полотно мокоши, что мы с вами напишем туда, вот, вы понимаете, да, теперь этот смысл, и вот, если мы время дедов, все, поговорим в семье, да, на эту тему, вот, как-то сами, о благодарности, о полотне мокоши, а вслед за полотном мокоши идет понимание, что жизнь, она как полотно, полотно дороги, однокоренные слова, мы идем по этому полотну, как мы идем, ну, честно, да, вот честно, мусор бросаем, в мусорный ящик, или вот так вот, а, ребята, спамира, спамира, я сейчас это, я про себя, не всегда бросаю, просто, ну, просто, ведь, в чем смысл вот этих глаз полных любви, все видно, все видят, понимаете, солнце видят, воздух видят, предки видят, почему говорят, Бог всеведущ, да, потому что вокруг мир, не только мы наблюдаем мир, мир тоже наблюдает за нами, если мы аккуратны, если мы бережливы, если мы вступаем, вот, на эту землю, как на живую матушку, трепетно, то мы и так идем по этой жизни трепетно, да, это, конечно, очень специфичная группа, из таких джайнов, в Индии, они, когда идут, они выкладывают себе камешку, дорогу, чтобы не наступить на букашку, по мнению джайнов, по, значит, по мнению джайнов, мы находимся в мире, где все перерождаются, и вот этот комарик может быть нашей далекой пра-пра-пра-пра-бабушкой, поэтому они даже носят вот такие, чтобы никого не заглотить, никакую букашку, то есть абсолютно ахимсы, они споведуют абсолютно ахимсы, то есть люди, букашки, звери, ко всем, но я не призываю ходить к джайна и не убивать мух, я все-таки больше люблю паучков, они связаны с мокошью, потому что вот муха-цокотуха не поддерживает произведения, и бережность, то есть как мы идем по жизни, и вот это мы передаем детям, мы передаем нашим будущим поколениям, и бережность, конечно же к полотну, оно что получается, если мы совершаем какой-то неблаговидный поступок, он же пятнает наше полотно, и нам это возвращается, а если мы наоборот постоянно находимся в состоянии чистоты, то есть мы стремимся к этому, не осуждаем кто там рядом, а что мы можем, ну почему, у нас же как сознание, ну я же на рубль дороже, у нас же не встреча идет мнений, а у нас кто умнее, кто веселее, кто вот идет на, как в таком, на столкновение, а нету столкновений между зимой и осенью, они встретились, они чайку, сейчас чаек попивают, осень рассказывает, какая я молодец, ну а как них похвалить осень, такой октябрь был, чудесно просто, осень рассказывает, что ну вот грибов было, конечно может быть не так много, зато деревья были красивые, а зима говорит, ну я тоже вот стараюсь, у меня вот здесь задумки, вот сделать вот такие вот красивые снежинки, вот такие вот красивые сугробы, и понимаете, это идет взаимообмен, двумя сезонами, двумя временами года, и это наверное очень, это просто очень важно, что праздник деды, это тоже встреча мудрости, то есть старшего поколения, и младшего поколения, то есть за одним столом, когда празднуются деды, идет былина, и младшие слушают, а старшие говорят, это очень важно, то есть праздник деды, который вы можете провести внутри семьи, он простой, как все наши народные праздники, он очень-очень простой, то есть для праздника требуется собраться, как можете собрать, все хорошо, да, собралась семья 60 человек, хорошо, собралась семья 2, хорошо, все хорошо, понимаете, все хорошо, далее, нам, естественно, нужно для собрания, чтобы 100, Caro, вер fruit и восхищатьсяます,